Привет, спасатели! Мы с вами продолжаем прохождение Мерцы Тайкуна. Сегодня будет много всего интересного, но я на это очень сильно надеюсь, потому что, посмотри наверх, у нас целых сразу два ивента. Во-первых, вооруженное нападение на граждан, да? А второе, нашелся некий склад, где бандиты хранят оружие, наркотики, и для захвата этого склада потребуется аж несколько разных отделений и подразделений. К-9, спецназ, снайпера и плюс обычные офицеры. То есть, это будет что-то очень крутое, ну, как мне кажется. Значит, во-первых, давайте сразу выполнять все задания. Надо посмотреть, что у нас с вами есть вообще в кармане. А в кармане у нас минус 18 тысяч, окей. Ну, как окей, надо из этого вообще минуса вылезать, хотя это не так уж сложно. Также мне понравились комментарии по поводу того, что многие писали, ну, мол, КПЗ по соседству с комнатой отдыха, оно такое себе еще издевательство над нашими мазуриками, не хватает только еще столовую здесь прикрутить, чтобы они тут вообще офигели. Кстати, да, есть вот в этом, в этих фразах доля интересного мышления. Дело в том, что почему у наших офицеров места меньше, чем у наших мазуриков? Это же неправильно. Поэтому давайте-ка мы, наверное, с вами сегодня перевезем какое-нибудь другое местечко. Так, что здесь произошло? Ага, авария. С участием много разных транспортных средств, да? Отправляем так вот это, наверное, сделаем и одного врача. Вот так вот. Как мы это будем делать? Значит, я уже присмотрел местечко для них. Мы их будем ставить прямо вот тут. Во-первых, это удобно. А во-вторых, как только они из тачки вылезли, сразу же попали за решетку. Нифига им ходить по нашему участку и глазеть, смотреть, что где находится. Ни к чему хорошему это не приведет. Вот, поэтому размещаем. А четверку мы, наверное, сделаем прямо в самом уголке. Вот здесь. И разместим пару шконок. Так, окей, день закончился. Значит, как мы их будем ставить? Давай, во-первых, раз. Вот. А, так, он не пройдет иначе. Два. Третья здесь влезет? Нет, не влезет. Значит, а вот так три. Вот так вот четыре. И еще одна. А, не влезает уже, да? Так, ладно. Тогда мне надо как-то придумать по-другому поставить. Слушай, а может бачком попробовать так и внедрить? Не? Так, стоп, подожди. Интересная, кстати, идея. Давай попробуем игру на паузу. Сначала поставлю. И сейчас я ее попробую тут переворачивать. Слушай, ну вот что у нас получилось. Из разных вариаций. В принципе, это очень такая даже неплохая. У нас получается раз, два, три. А, так. Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть на шесть этих самых. На шесть переубеждений, да, у нас получается. Так, ладно, снимаем игру с паузу. А на каждом у нас скамейке, получается, вылезает три человека. Ну, слушай, ну нормально. Реально можно нормально подфармить. Так, здесь мы с вами тогда продаем это все дело. Это нам больше здесь не потребуется. А, мы можем продать его? Можем. Их, наверное, сейчас сразу переведут туда, да? А, нет, смотри, у нас сейчас и другое мисточка. Не, хрен там плавал. У нас это так не работает. Это мы с вами убираем. А вот эту комнату мы с вами для отдыха сейчас увеличиваем. Вот на столечко. Так, стоп, релакс. Релакс мы берем и увеличиваем. Во. Дальше что у нас с выездом с вами? Так, очень сильный дым идет из дома. Огонь вроде как сдерживается, но туда надо отправить наших спасателей. Так, потребуется сколько-то офицеров? У нас шесть человек, да? Это у нас и есть. У нас двое заменяют шестерых. Дальше потребуются кислородные баллоны. В количестве восемь штук, правда, у нас только влезает шесть. Ну, мы еще отправим парочку медиков, и мы все равно до сотки с вами сможем дойти, да? А, нет, слушай, не сможем, посмотри. Да, не хватает. Ну, 81% только очень высокий, поэтому нормально. Дальше. Что у нас произошло здесь? Ну, тоже опять из-за дыма вызывают наших спасателей. Кислородный баллон потребуется, правда. Посмотри, еще нужны топоры, да, для того, чтобы... Кстати, стоп, а мы можем топоры сейчас прямо поставить. Выбираем юнити. У нас хватит времени? Должно. Хотя, не факт. Давай попробуем. Так, топоры по шесть тысяч у нас стоят. Мы их разместим, предположим, где-нибудь вот тут. Войдем. Раз, два. Достаточно быстро, смотри, делаются. Оп, оп. И у нас появляется с вами сразу возможность их туда отправить. Кислородные баллоны. И отправляем несколько людей. Плюс машина. Итого у нас... Итого у нас переизбыток кое-чего, да? Вот так вот. 85%. Нормально. Отправляем. Дальше. У нас, кстати, с вами еще 800 очков есть. Давайте посмотрим, что мы тут вообще можем сделать. Есть медицина. А здесь у нас что есть? Химоожоги, кстати. Давай-ка возьмем. Химкостюмы. Мы их разместим по 12 тысяч. Нифига себе. Так, а мы их можем вот здесь тогда разместить. Они, кстати, здесь очень даже неплохо впишутся. Во. Шикарно. У нас, смотри, прямо день пожарных. Одни вызовы. С ума сойти. А у нас все это хорошо. Здесь отлично. Кстати, ребята, многие писали по поводу, что надо нажать зеленую кнопочку для того, чтобы работали ведра. Нет, ребята, ведра, если я нажму на нее, она станет серым и ведра не будут работать. Это у нас для нулевого, теперь первого уровня. Но у нас спасатели с вами уже гоняют по выездам, поэтому они себя уже прокачали давным-давно и без всяких этих ведер. Им надо уже ставить следующий уровень для прокачки. Вот, 100% первого ехали. Одна минута осталась. А, у нас машины нету. Офигеть. Некоторые выезды мы с вами пропустим. Сколько стоит следующий уровень? Сейчас посмотрим. Заходим вот сюда у нас. А, нет, 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 здесь тренинг. Сейчас, 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 вот он. 600. Вот, 600 очков потребуется, да? Хорошо, мы это сделаем обязательно. Минус 69 тысяч. Замечательно, просто шикарно. А здесь мы с вами построим сейчас дополнительные места для отдыха. Например, вот такой вот еще угол сделаем один. Раз. Тебя мы, друг, перетащим вот в этот уголок. Слушай, кстати, их можно, знаешь, когда же сделать вот здесь? Смотри. Хотя нет. Хотя почему нет? Можно сделать, попробуй. Смотри. Ну, здесь можем еще один уголок так сделать. Или, наоборот, даже вот так. Только потребуется тогда передвинуть дверь. Вот эту дверку мы сейчас тобой поставим вот сюда. А угловой диван мы сможем здесь, типа тут. Так, такой расклад, а? Места много свободного станет. По-моему, очень даже неплохо. Даже очень. Смотрим, что есть с заданиями. Так. Футбольные фанаты опять тут. Спартак, Зенит ругаются между собой. Отправляем туда на разборки наших ребят. И, конечно же, в поддержку врачей. Медикал кит. А, кстати, здесь у нас есть что? Ага. Спецодежда. Отлично. Еще одна стычка. Точно такая же. Отправляем. Ну, и опять врезалось несколько транспортных средств. Прямо в центре города. Поэтому требуются все службы. Нам, кстати, смотри. Потребуется все службы. Большое количество офицеров в дневную смену. Поэтому мы как раз-таки на третьем дне с ночи оставим на дополнительное время. Да? На овертайм. На сверхурочные. В день несколько офицеров. Я думаю, человек пять, наверное, отправим. Это будет достаточно для того, чтобы справиться с этим делом. Правда, потребуется нам еще К-9. Правда, мне описано, сколько. У нас как бы одна К-9 есть. У нас есть один снайпер. У нас есть два жилета и несколько автоматов. Слушай, давай-ка посмотрим, что у нас здесь с вами еще есть. И сколько это стоит. К-9 стоит 20 тысяч. Только вот вопрос, как и где нам ее разместить. Вот это для меня вопрос. Хотя, знаешь что? Теоретически можно где-нибудь уголок чисто для собак выбить. Какую-нибудь небольшую комнату прямо для них. А здесь разместить какое-нибудь оружие. Как вариант, кстати, да? Было бы очень даже неплохо. Вопрос, где это сделать. Так, это мы отправляем на ремонт однозначно. Вот здесь два квадратика теоретически можно было бы выделить. Слушай, давай попробуем. А, стоп. А, у нас это не прокатит. Хотя... Нет, не прокатит, да. Слушай, я не знаю, как эта стена здесь образовалась, но она прямо... Блин, ну это она еще и с лампой. Да, это мега круто. Стой, ну-ка. Что, так можно было, да? Слушай, а прикольно получится, да? Прям таким вот гараждением небольшим. А, здесь не строится, а здесь? А здесь можно сделать. Не знаю, по-моему, хурма какая-то получается. Ударим-ка мы это все нафиг. Хотя, знаешь, есть идея, как сюда еще одну собаку пришпандорить. Сейчас покажу, как, смотри. Во-первых, только надо на задание отправить. У нас здесь опять задымление. Первые поехали. Футбольные фанаты. Соседи ругаются. И опять соседи ругаются. Все, всех мы отправили. Что у нас здесь вообще в больничке? Блин, ты посмотри. Забыл я про них, на самом деле. Надо их положить срочно на койки. Смотри, какая есть идея. Мы, предположим, возьмем сейчас вот эту штуку. Развернем ее как-нибудь иначе. Например, вот так. Да? Здесь закроем стеночкой. Работает? Работает. Как раз таки оружейка у нас ограждена. Дальше мы берем К9 и просто разворачиваем. Раз. И точно так же ставим вторую сюда. Два. Так, где у нас собаки? Так. Вот здесь и вот тут. Во. Смотри, как классно получается, да? И, наверное, даже можно закрыть стеной, чтобы здесь собак нам не пугал никто. Блин, по-моему, круто получилось. Прям круто. Только эта дверь не совсем здесь смотрится. Немножечко ее вот здесь двинем. Здесь хотя бы хоть какой-то здесь отступ. Ну, если что, мы сможем еще что-то здесь построить. Задымление в окнах. Драка в баре. И чувак опять напился и врезался в дом. У нас, кстати, пока есть время. Давайте быстренько везде нажмем кнопочки, чтобы у нас все здесь везде работало, да? Так, это мы отправили, это мы делаем. И мазуриков на переобучение, на перевоспитание. Значит, по поводу состояния автомобиля надо проверить. Ага, надо подлечить чуть-чуть. Сколько у нас с вами есть звезд? У нас с вами есть их целых 900. Надо что-то придумать, кого мы будем качать. Кстати, стоп, аутсайд. Давай-ка мы поставим как раз-таки наш тир. 13 тысяч. Сколько у нас денег? Минус 31. Только день третий. Нормально, успеваем. Давай-ка мы его разместим вот тут. Правильно? Слушай, да, по-моему, будет классно. 13 раз. Два. Только единственное, придется здесь вот стену эту убрать, наверное. А, она не убирается, да? А как они будут здесь стрелять на стол? Подожди. Нифига себе у них проход здесь. Нет, так не работает, получается. Хм. Это так не работает. Короче, начал экспериментировать. Смотри. Нифига подобного. Она слишком длинная эта полоса, да, для стрельбы. Этот тир. Поэтому здесь нам его не разместить вообще при всем желании. Да, надо будет его на другое место искать. Так, что у нас по заданиям? Ну, тут бандиты у нас закрылись в доме. Очередное ограбление. В производственном районе у нас опять возгорание. Здесь как раз-таки потребуются топоры, потому что идет дым из виллы, да, и огонь вроде как внутри дома сдерживается. В общем, придется все это дело выламывать. На самом деле мне за стрельбище, если честно, обидно. Прямо реально за него обидно. Я не знаю, как его нам где разместить. Пипец, оно огромное. А здесь бы оно влезло, кстати. Слушай, и здесь бы оно не... Нет, оно бы не влезло. Ты посмотри, оно очень длинное. Но здесь бы можно было кусочек бы убрать. Но все же... Не. Стрельбище мы, наверное, с вами, значит, оставим на потом. Поставим его, знаете, когда? Когда у нас будет вот тут территория куплена. Конечно, мы можем теоретически его попробовать где-то вот здесь бахнуть. Хотя, что нам мешает? А нам ничего не мешает. Да? Временно, кстати, можно его разместить здесь. Чтобы они хотя бы навык поднимали свой. Так. А кабинеты мы, как и планировали, если что, можем с вами, получается, объединить, да? Ну, давай сделаем стрельбище тогда здесь. Да, действительно. Раз. Два. Три. Думаю, три штуки будет достаточно. Надо только сделать дверь. Для входа туда. Вот, отлично. Дальше, значит, получается, мы делаем сейчас объединение. Это у нас будет выглядеть следующим образом. Во, как я сделал. Смотри. У нас, получается, все койки теперь находятся в одной палате. Здесь и рентген, и сразу же общая диагностика. Отдельный, значит, кабинет, где у нас производятся таблетки. Идет лаборатория. Дальше отдельное место, где производятся бандажи. Я поставил, кстати, еще одну дополнительную. Правда, мы с вами ушли в минус 54 тысячи, но это не страшно. А также важно, что у нас комната для ожогов находится отдельно. Все это закрыто. И если что, то можно будет еще построить, предположим, в этой небольшой комнатушке. Как бы да, убрал я эти перегородки. Но это у нас было наше спасательное дополнительное место. И мне кажется, сейчас стало очень даже круто. Я, кстати, еще думал, предположим, с этой стороны повесить шкафчики. Или, например, поставить какой-нибудь стол. Ну, например, что-то типа... Ну, что-то типа, наверное, вот такого, наверное, да? Но потом подумал, что нет смысла здесь это ставить. Даже четыре радианта уража. Если что-то новенькое появится, то обязательно здесь бахнем. А пока и так нормально. Главное, что мы с вами вроде как тиры смогли разместить. Теперь наши офицеры смогут сюда приходить, постреляться и попрокачивать свой навык. По-моему, классно, кстати, выглядит. Единственное, что я забыл сделать, это поставить, наверное, еще эту люльку для ожогов. Так, у нас с вами есть 600 очков. И, значит, мы можем... Ой, нифига, у нас пожарка раздолбалась. Ты посмотри. Блин, этот звук, короче, пикующий. Просто задолбал. Я уже тачку два раза продавал. Один фиг звук остается. Ребята, это такой звуковой баг. Поэтому, сори, с этим ничего не поделать. Кстати, по поводу прокачки, смотри. Есть возможность поставить следующий уровень для наших пожарных с первого до второго. Это такое некое ведро. Да, бочка такая. Напротив нее будет, кстати, огнетушитель. То есть, там загорается, типа, якобы огонь, они учатся его тушить. И, в общем, поднимается скилл. Ну, давай поставим. Ну, что, кто-нибудь тренироваться-то идет? Нет. У нас тут вообще новый тренажер крутой приехал. Слушай, походу, никто сюда не хочет прийти, да? Или кто-нибудь придет? Да нет, кто-нибудь по-любому рано или просто сюда заскочит. О, о, смотри, я поймал его. Поймал этого товарища, а? Поджег, потушил. Повесить сейчас. Правда, это все будет в воздухе висеть. Но, однако, главное, что у него навыки качаются. Очень странно, на самом деле, как-то у нас время нападений. Ты смотри, как он через стенку перевалился. Серьезно? Вот чуваку не имется-то. Он просто забрался по двери и перевалился через стенку. Посмотрите, отмотайте на секунду назад. Охренеете. Ой. Да, возвращаемся. Значит, у нас время вообще атак, вооруженных нападений. И что-то как-то это все очень подозрительно странно. Никого нету, ни одного вызова нету. Прямо какое-то затишье перед бурей, как будто бы, да? Боже, как мне нравится наше отделение вот это. Прямо офигенно получилось. Это особенно стеночка с шкафчиками для таблеток. Прямо круто смотрится. Правда, в минус ушли достаточно серьезно. Но если сейчас так никого и не будет к нам приходить, то мы с вами, наверное, из него вылезем. Потому что у нас отдел перерабатывает дойки. И, соответственно, мы с вами будем потихонечку выползать благодаря нему в плюс. Поставил ускоренный режим. Смотри. Уже сорокет. Сейчас еще пару секунд проскочит. И мы с вами еще лучше выйдем в плюс. Ну-ка. 39. Ну и так почти до бесконечности. Странные какие-то дни идут, на самом деле. Целые две смены прошли. Ни одного выезда нет. Вообще ни одного. То есть они просто бегают, писают, какают, кушают, спят и тренируются периодически. Да. И тут только пожарники. Потому что все остальные уже у нас поднялись на уровень выше. Интересно. Это прямо реально интересно. 24 тысячи уже. И мы столько всего заморочили для нашего стрельбища. Да. А в итоге никто сюда не хочет стрелять. Но один, по-моему, пришел. А, вон, смотри. Пах, пах. Одну пулю выпустил. И ушел. Типа все поднял на скеле, да? Не, чувак. Это так не работает. Это так не работает. Вот. И смотри. Сейчас мы это на маленькой скорости сделаем. Все троем пришли. Шикарно. Просто шикарно. Ты смотри. Без пальцев стреляют. Ну, ты серьезно? Я так в детстве бегал, стрелял. Если бы я знал, что это уже будущий коп. Блин. Делов бы наворотил. Смотри. Смотри, туда все подряд ходят. Девчонки, парнишки. Вообще молодцы. Туда же даже, по-моему, дворник пошел, да? А, нет. Это медик у нас. Медик такой понял. Блин. Какого фига я не ту профессию выбрал? С чего я с тобой банки с клянки ковыряю? И там со стволов гоняет. Ну, каждому свое. Да, блин. Ты смотри. Он реально пользуется спросом. Боже, как он офигенно стреляет. Еще и удивляется тому, что попадает-то главное. Какое-то совсем тихое время гангстеров. Но что-то совсем тихо. Даже не знаю, к чему готовиться. Реально. И деньги как бы вроде выходим... А, вышли уже в плюс. И собаки у нас тут готовы. Кстати, жалко, что они не анимированы, да? В принципе-то. Ладно, тут вся статистика. Статика, точнее, у нас там, типа, бронежилет и все остальное. Но животных может, чтобы они хотя бы по кругу ходили. Там или пили свои миски. Ну, что-нибудь такое. Хотя бы маломальская анимация. Но, скорее всего, это все допилят. Но хоть и многие из вас ругают графику, но мне графика здесь прям вообще заходит. Прям вот люто зашла. Она, мне кажется, очень самобытна. Ты смотри, как он пополз. Он даже, по-моему, волос, по-моему, оставил за стенкой. Когда он залезал, у него были волосы, а потом они просто пропали. Ну-ка, мы сейчас его промотаем, этого чувака. Ну, подъем, нет? Сколько он нам будет рикнуть? Смотри, смотри. Жопой через стенку пошло нормально вообще. Такой покрутился, повернулся. Это, может быть, заклинание какое-то было? Или ритуал? Я не знаю. Хотя, когда я ложу спать, ничего, по-моему, я не совершаю. Потому что я вообще неправильно сплю, кто знает. Дурный пример заразителя. Еще один точно так же у нас туда залетел. Понятно, что это всякие текстурные баги, ребята, но они забавные. И, как бы, я не грешу на них абсолютно. Мне вот по кайфу, что они даже тут так и есть. И они передают некую такую стебность игре. Это круто. Это реально. Вот сейчас ты полезешь, да, наверх туда, наверное? Или нет? Ты ждал свою очередь? Нет, он просто встает, содрел. Серьезно? Нет, никто больше не полезет? Ну, окей. Ты полезешь. Смотри. А, нет. А ты? Во! Ты полезла. Черт, блин, топовая штука вообще. У них еще тут картина слона висит, смотри. Лошадь. Тут, наверное, Ксения Собчак где-то спит, да, рядышком. В общем, походу, проспим мы с вами сейчас все наши криминальные нападения. Что у нас по деньгам? О, плюс 17 тысяч, можно что-нибудь купить. А, ну как что-нибудь купить? У нас денег с вами нет на то, чтобы что-то купить. Ну, точнее, деньги есть, звезд нету. Ладно. Значит, что можно еще и как куда пришпандорить? У нас с вами теоретически здесь есть небольшой квадратик, да, для размещения чего-нибудь. Оружейка у нас есть, нам бы комнату для снайперов бы сделать. Но она, зараза, дорогая. Хотя, слушай. А если... Нет, она съедает у нас, получается, 5 клеток, да? Ну, нет, у нас это не получится. Думаю, если этих мы отсюда уберем, солдатиков наших, то можно теоретически как-то ее будет зашпандорить. Хотя, стоп. Три. Сюда вмещается. Здесь проход. А, ну, все равно не поместится. Да нет, ну, это бред. Совсем придется ютиться. Надо, ребята, фармить деньги и покупать за 180 тысяч участок. Сюда, наконец-таки, переводить весь один огромный гараж, делать. А здесь спокойно уже делать кабинеты, комнаты для нашего персонала. Не, я прямо в шоке. Я не понимаю, что происходит. Время нападения ни одного задания нет. Вообще нет. И у нас как раз-таки будет на следующий день. Сейчас ночная смена пройдет. И ночью мы с вами подготовим. О, кстати, может, что-то на майор скажет хорошего сейчас? Ну, такое себе у майора высказывание. Все выглядит мрачно. Но мы собираемся дело довести до конца. Продолжай давить на них. И они сломаются. Боже, на кого? На этих гангстеров, чувак? Ты, наверное, с повязкой на глазах находишься. Вообще ничего не происходит. На кого давить? Я с удовольствием. Но никого нету. С другой стороны, что я переживаю? Рейтинг отделения нашего не падает. Деньги. Деньги есть. Деньги идут. Да, звезды не получаем. Но ничего страшного. Во, сейчас будет ночная смена. Смотри, закончится. И мы как раз-таки с вами в дневную отправим, я думаю, человек, наверное, 5. Да. Прикольно, кстати, на то, что нахватает... Так, следующая атака будет на склад. Готовьтесь. Окей. Значит, прикольно то, что наши сейчас офицеры зато могут спокойно подкачаться. Да, подтренироваться и в стрельбе, и поднять себя на второй уровень. И, соответственно, с тушением костров. Единственное, только пока нету тренинга никакого для медицины. Кстати, она вообще там есть у нас или нет? Так, тренинг для медицины нету. Ну да, только... Только для пожарных. Да, брось ты, я случайно... Блин, я скипнул и забыл перевести. Черт, ну ладно, будем надеяться, что хватит. Забыл перевести несколько офицеров в дневную. Смотри, сейчас должен произойти ивент. Опять не произошло. Ау, произошел. Ты смотри. Да, значит, информация находится внутри. Там всякая вещь... Это всякие вещи. Совместные операции. Сейчас отправляем. Отправляем туда два наших туда грузовичка. Максимально обычных ребят. Двух собак. Спецназ у нас получается 4 единицы. Один снайпер. Ты смотри. У нас, кстати, почти всего хватает, да? Только снайперов чуть-чуть не дотягиваем. Буквально одно. Но! Помимо всего прочего, мы все равно получаем на 100%. Это круто. Это просто очень круто. Сейчас хотя бы какая-то будет стряска для наших парней. И они разомнут кости. А то засиделись вот за своими столами уже. Да и пиканье наконец-таки перестанет. Пиродистик, да. Вымораживает оно, если честно. Так, все собрались, да? Собак взяли. Прыгнули и уехали. Слушай, ну это понятно. Это отличная работа. Классно справились. Получили 5000 и парочку очков... Парочку звезд. Нам, правда, эти 200 звезд погоды вообще не сделают. Ну, как есть. Так, водотехнику в ремонт. И ждем новых заказов. Если они вообще появятся. Ладно, мы этого уже с вами увидим в следующей серии. А если это понравилось, втыкайте ролику лайк. Если нет, втыкайте диз, пишите комментарии. Любые абсолютно, как у вас сегодня дела вообще, предположим. Почему бы и нет. А я с вами прощаюсь. Всех люблю. До встречи всем. Пока. Да, кстати, как всегда, не хулиганьте, ничего не поджигайте и не болейте.